Ну что ж, дорогие друзья, прошли мы с вами замечательную первую главу. Мы поняли то, что Гарденша немножечко не в себе, ну это было бы ясно из первой части, но там кукла как-то оживала. В этот раз за нашей Эмили Вудс следит наша докторша, она нашла Эмили, когда она там обнимала нашу замечательную куколку, ну не куколку, точнее чучело, и вот пытается она кого-то исцелить из-за своими ошибками. Давайте перейдем к второй главе. Эмили Дайер. Ее ментальное состояние становилось хуже. Ох. В общем, симптомы разные. В общем, она, у нее состояние все становилось хуже и хуже, и ей нужно было, если бы она могла вернуться в старое состояние, было бы гораздо лучше. Доктор, Ричард Пирсон выпал со второго этажа, пойдемте со мной. Я должен взять свои инструменты сначала. Так, в какой комнате мы останавливались? Так, вот она, ферсткит. Мы должны спешить. Мистер Пирсон должен быть более осторожным. Кто-то подпилил перилы, да, мы помним, когда с Эмили заходили с Гарденши нашей, она говорила то, что перилы надо было починить. Ах, я чувствую себя нормально. Вы действительно испугали меня здесь? Я слышу, слышу звук, то, что кто-то падает. И потом я прибежала сюда, не нашла вас. Доктор, помогите, помогите мистеру Пирсону, он ранен. Здесь большой синяк на плече. Тебе повезло то, что вы не упали на голову. Вы должны избегать такой тяжелой работы. Перебяжите ему плечо. Поднимите наверх и отдохните немножечко. Как он упал? Так, исследовать надо перилы. Да, здесь вот сломанные перилы. Прямо здесь. Это инспекция. Короче, видимо, был подпилен на ручка. Мне нужно более подробно изучить материал, который был сломан. Вот она, ручка подпиленная. Мы можем изучить, покрутить замечательно. А что мы тут можем изучить? А, вот. Это место. Короче, это не похоже на то, что это по естественной причине это сломалось. Было, скорее всего, видно то, что ее подпилили. Она все еще были сконтактирует с Кричером Пирсоном. Общение с таким нестабильным персоной, скорее всего, приведет ее к большим проблемам. Я должна найти возможность предупредить ее завтра снова. Может быть, кто-то хочет, чтобы Кричер Пирсон исчез? Кто это может сделать? А вот эта глава оказалась очень быстрой. Поэтому не будем оттягивать. Давайте сразу же пройдем и третью главу дневника. И как и так, и так, что же будет происходить дальше? Эммили Дайер, 7.12. Я провела весь вчерашний вечер, думая о том, что же случилось этим утром. Подпиленная ручка, ручка и страшные вещи, что говорила Эмма. Звук того, что кто-то упал. Может ли это быть правдой? Может ли вообще такой быть звук? Доктор, мистер Скерри Кроу переезжает или двигается. А, это мистер этот... Как его? Чучело? Он двигается. Я зашла в сад и видела, и слышала, как он разговаривает. Потом он обнял меня. Он стал теплым. Миссис Гарденша. Отведите меня, пожалуйста, к нему. Ага, то есть она призналась то, что эта кукла... Чучело двигалась. Где вы работали раньше? Чертков. Неправильно. Блин, а я откуда знал, где я работаю? Ну ладно. Будем знать то, что я работал в приватной клинике. А не на карте, которая у нас заброшена. Ну ладно, буду знать. Так. Как она быть так уверенная, что этот звук кто-то... Что это был звук падения? Возможно, я слишком преувеличиваю. Так, еще раз, пойдемте. Теперь мы знаем то, что это приватная клиника. Я за. У меня была клиника, где я работал как волонтер с ментальными проблемами. Я понимаю, доктор – это хорошая работа. Ну, либо вы хороший человек. Почему она крадется? Что вы делали в Ализиуме? Ничего. So you never see me. Окей, то есть она говорит то, что мы ее все-таки видели. То есть она все-таки помнит то, что мы с ней как-то встречались. Окей, окей, окей. Я уж просто не думал, что признаваться Гарденши в том, что я работала, Трит угрожала, измывалась над пациентами. Это разговоры с неизвестным человеком, будет правильным поступком. Оказывается, так и надо поступать. Ладно. В следующий раз буду умнее, буду знать, что отвечать. Так, здесь мы в приватной клинике. И, 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 и. Здесь мы treat patients. Иногда присылаю, ну, связываю пациентов, но это было достаточно редко. Demand. Это по запросу. Здесь иногда были методы, с которыми я была не совсем согласна. Я понимаю. Так, с ней поговорим. В общем, чуть-чуть я стал хорошим человеком. Странно, что он был хорошим человеком. Почему ты пришлась сюда? Одновременно так. Плич или фо прайс? Фо плит, наверное, да. Чтобы закончить свои старые дела. И что же ты должна сделать? Я обещал девочке исцелить ее. Но я была слишком молода, слишком наивна. Это моя большая, самая большая ошибка. И как, как она теперь? Неплохо. Или, возможно, все чертовски плохо. А ты все еще хочешь взять меня к мистеру пугалу? Да-да-да-да-да, мы должны спешить. Вот он, мистер пугало. Но, как мы поняли, она его отвезла и сожгла. Иллюзии, сделанные при помощи гипоксии. Должно быть, что-то должно случиться с пугалом, то, что сделало его теплым. Разговаривать. Выглядит то, что мистер пугал не хочет со мной говорить. Здесь ничего не могу сделать. Когда я его оставляю одного, он начинает... Че? Обнимашки. И мистер пирсен за нами подглядывает. Что, блядь? Я беспокоюсь. Угла не показала изменений. Ее состояние ухудшается. Я бы должна исцелить ее. Мистер пирсен не показывает сегодня. Возможно, я должна больше поработать с ней. Окей. Ну что ж. И давайте теперь в следующей части мы посмотрим последнюю главу.